Слава Иисусу Христу! Читаю с 3-го стиха. «С 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иохолия из Иерусалима. И делал он угодный в отчах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, получавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешноствовал ему Бог». Вторая книга про Ипоминон – это как бы ежедневник иудейского царства, или хронология иудейского царства, описание жизни и служения царей иудеи. И то, что мы с вами прочитали из этой главы, я когда читал, иногда я делал пометки, когда кто становился на престол, и сколько он был царем в Израиле, царем иудейском. И вот этот царь, как мы прочитали третий стих, с 16 лет был Озия, когда воцарился. Я не помню истории, чтобы кто-то в 16 лет был президентом на Украине, в России или в Америке. Вот вы помните, ну не помню такого, чтобы таким молодым человеком поставили в царстве. Но Библия говорит, описывает о том, что в иудейском царстве было такое. И даже моложе были люди, которых Бог допускал на престол. И мы прочитали, что с 16 лет был Озия, когда воцарился и 52 года царствовал. Редкий случай, когда так долго царствовали. Моисея 40 лет на служение, царь Саул 40 лет царствовал, Давид 40, Соломон 40 лет был на престоле. А здесь мы читаем, что Озия в 16 лет воцарился и 52 года царствовал в Иерусалиме. Сказано, как звали ее маму, где они жили, что она была из Иерусалима. И в 4 стихе мы прочитали такие слова. «И делал он угодно в очах Господних, точно так, как делал Амасия Отец Его». Кто-то сказал так. «Если вы не знаете своей истории, у вас нет будущего». Хорошо знать историю, тем более историю народа Божьего. Как жили до нас, как жили немножко позже, и как живут сейчас, и что ожидает нас в будущем, как нам жить в ожидании Господа. Мы учим тому, что знаем, но мы показываем то, какие мы в действительности есть. И 4 стих мы прочитали. «И делал он угодное, этот Озия, в очах Господних, точно так, как делал Амасия Его». Дети могут иногда сомневаться в том, что вы делаете, что вы говорите, но они всегда будут верить в то, что вы делаете. У детей зрение стопроцентное, и слух тоже. Это самый лучший фотоаппарат на всей земле. То, что ребенок увидел и услышал, остается на всю оставшуюся жизнь. И молодой человек смотрел за папой, и когда жизнь отца закончилась, он встал на престоле, и прочитаем, он делал угодное, в очах Господних, точно как, как делал Амасия, отец его. Если вы хотите, чтобы у детей было тихое время с Господом, оно должно быть у нас. Если вы хотите, чтобы дети были в церкви, в храме Божием, введите их туда, но не толкайте, не посылайте, иди сам. Он делал точно так, как делал Амасия, отец его. А что же делал Амасия, отец его? И читаем в 5 стих, что он увидел из жизни отца своего. 5 стих. И прибегал он к Богу во дне Захарии, поучавшую страху Божию. Амасия прибегал к Богу во дне Захарии, поучавшую страху Божию. Он где-то у кого-то научился этому, смотрел, видел. И мальчики смотрят за поведением отцов своих. Девочки больше с мамами, есть те, которые любят больших пап, но мальчикам всегда не хватает отца. Где бы ни были, всегда не хватает отца. У нас как-то была возможность посетить дом малютки на Украине, в Запорожье. Разрешение-то в те времена еще не особо пускали верующих. И сестра, которая там работала, говорит, разрешили, чтобы мы в рождественские дни пришли и посетили с подарками детей. Я впервые был в этом учреждении. Заведующая нас встретила, в фойе мы вошли, и она открывает комнату, игровую комнату, где там были ребятишки. И она открывает двери, и там шестеро и пятеро ребятишек. Она запомнила, что у него были черные, а у него был цыганенок. И выскочили и все в один голос. Папа! Из братьев я был один, сестры, а сзади еще был несколько братьев. И они подбежали ко мне и за ноги. И я одного взял и погладил по голове. А заведующий говорит, пожалуйста, погладьте всех. Всех погладьте. им так нужен Папа. Они так нуждаются. И сказано, что он прибегал к Богу, в одни Захарии, получавших страху Божию. По-видимому, Папа показал пример хороший. И шел к Богу, молился Богу, прибегал к Богу. И мы прочитали, прибегал к Богу в одни Захарии, поучавших страху Божию. Как хорошо, когда мы детей учим страху Божию. Сами почитаем Бога. Начало мудрости, страх Господень. Сами благовеем пред Господом, пред святости Его. Нелегкомысленно. И оставляем хороший пример. И сказано, и прибегал к Богу в одни Захарии, поучавших страху Божию. Достойное подражание. Пример. Но здесь не стоит точка. Идет продолжение. И мы читаем такие слова. И в те дни, когда он прибегал к Богу, споспешенствовал ему Бог. Странно. А почему он всегда прибегал? Написано. Есть написанное. Как я сказал, это хроника. Так было уходно Богу записать все детали жизни этого царя. И написано, прибегал к Богу в одни Захарии, поучавшись страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешенствовал ему Бог. Вопрос. А что? Были дни, когда он не прибегал? Были дни, когда он не был на собрании? Не был в храме? Утром в 9 часов был на жертвопрошении, а в 3 часа, когда жертвопрошении в храме, не было его? Библия говорит, да. В те дни, когда он прибегал к Богу, Бог помогал. Когда он не приходил к Богу, не прибал. Как так может? Почему? Где мог быть царь, если не в храме Божьем, Божий день? Где он мог быть в другом месте? И Библия не скрывает. Не скрывает. Почему именно так запишу? В те дни, когда он прибегал, а были дни, когда он не прибегал. Где мог быть озия, если не в храме Божьем? Где мог быть царь, который слушал Захарию Прока, старался быть, но были дни, когда он пропускал время быть в храме Божьем? Читаем. Четвертая книга царств. Четвертая книга царств. Глава 15. Со второго стиха. С 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матерь его Иехолия из Иерусалима. Третий стих. Он делал угодные в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Слово в слово. Четвертый стих. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Лишь святилища на возвышенностях не были еще уничтожены. Скажите, где стоял жертвенник, от которого проносили жертвы, угодные Господу? На высотах или в храме? Где совершалась молитва? Куда люди проходили поклоняться? То не Божьи жертвенники, то не те высоты. И было время, когда Он ходил туда. оставил чуть-чуть места для лукавого. Ну, почему Он так делал? Ну, почему? Где Он так научился? Почему Он так делал? И когда мы берем эту ниточку и начинаем искать, где же клубочек, почему Озия так поступил? Почему Он не отменил высоты? И не все дни прибегал к Господу? Где Он научился? Откуда это у Него такое взялось? И давайте посмотрим, прочитаем, что говорит Слово Божие за отца. Он же учился отца. Мы прочитали, он делает точно так, как делал Амасия, отец сего. И давайте прочитаем из 25 главы с 1 стиха. Вторая книга пропитана. 25 глава с 1 стиха. 25 лет воцарился Амасия и 29 лет царства в Иерусалиме имя матеря Иодаль из Иерусалима. Второй стих. И делал он угодное в отча Господних. Но как он делал? Не от полного сердца. Делал не от полного сердца. Любил не на все 100%. но не от полного сердца. Он слушал священника в свое время. Читаем 6 стиха. Как вел жизнь этот человек отец. Еще нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал царь пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один делай дело мужественно подвязайся на войне иначе подвергнет тебя Бог при лицом врага. Ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. И послушал царь. Не взял израильтян, потому что нет с ними Господа. Они оставили. Слушал священника. Слушал Слово Божие. Служил Богу. Нет искреннего сердца. Слушал и послушал. И читаем дальше 14 стих. Амасия пришед после поражения Думиан, то есть пошел сам на войну, принес Богов Сеира и поставил у себя Богами и пред ними кланялся и им кадил. А высоты? Где кадили Богам? В храме? На высотах. 15 стих. Воспылал гнев Господа на Амасию и послан к нему пророка, и тот сказал ему, зачем ты прибегаешь к Богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей? Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставил тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк и сказал, «Знаешь, ты решил Бог погубить тебя, понаблюдь, что ты сделал сие, и не слушаешь совета моего». И дальше прочитайте заговор и убийство царя. служил Богу, но не от полного сердца. Но не от полного сердца. Все было хорошо до одного момента. Победа, успех, а лукавый тут, как тут. И взял заклятое, взял нечистое. И оно прилог гибели его. Когда мы читаем, а почему Амасия так поступил? Внук сделал, прибегал, когда было удобно, Амасия нет всего сердца. Почему он так делал? И мы смотрим на дедушку. Это же книга, 24 глава, с первого стиха читаем такие слова. «Семи лет был Иос, когда воцарился, и сорок лет царство Иерусалиме, имя матери его, тебя из Версавии». У нас есть тут семилетние, но им даже автомобиль не доверят ездить, разве что велосипед по тротуару. Возраст и царский престол. И мы читаем дальше имя матери, и дел он угодно, и дел Иос угодно в отчах Господних во все дни, отдая священника. Мальчики, девочки, кому семь лет и больше. Что говорит Писание? «И вас делал угодного чая Господня во все дни, и отдая священника». Когда вы будете слушать Слово Божие, что говорит Священное Писание, у вас будет успех. Он делал угодного чая Господня. Он слушал священника. И как хорошо, что с юных лет до седины слушаем Священное Писание. Он дел угодно, отча Господних во все дни Иодая священника. Но жизнь не стоит на месте, годы свои берут. И Господь рос, священник состарился, и мы читаем 15 стих. И состарился Иодай, и насытившись днями жизни, умер 130 лет, был ему когда он умер. Умер священник, а царь подрос, жизнь продолжается. И мы читаем дальше запись жизнеписания этого царя, дедушки, царя Ози. И читаем из 17 стиха. Но по смерти Иодая пришли князя иудейские и поклонили старю, тогда царь стал слушаться их. 18 стих. И оставили дом Господа, Бога Отцов своих, и стали служить деревьям посвященным и идолам. И был гнев Господин на Иуду и Иерусалим за всю сию вину их. 19 стих. И он посылал к ним пророков для обращения к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. Не слушали. Перестали слушать Слов Божие, нашли своих единомышленников и свернул с Божьего пути. Не только свернул Божьего, чем он дальше занимался, читаем мы дальше с 20 стиха. И Дух Божий облег Захарию сына Иодая, священника, и он встал на возвышении пред народом и сказал им, так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господней, не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. И заговорились против Него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня, и не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему, и отдай отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, да видит Господь, и да взыщет. Начало хорошее, конец. Но почему он так поступил? Что же было преткновением? Почему он стал слушать не Слово Божье, не священников, а своих друзей? И Библия открывает нам. Четвертая книга царств, двенадцатая глава. Давайте прочитаем. Четвертая книга царств, двенадцатая глава. Слово Божие открывает эту тайну, и мы читаем двенадцатая глава, со второго стиха. «И делал и и делал ас угодно в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». Третий стих. «Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курения на высотах». Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Почему озеро не отменил высоты? Почему? И он вспомнил своего дедушку. Дедушка служил Богу, слушал священника, но всякий запасной случай оставил высоты. А вдруг на всякий случай и оно принесло беду. Не только ему он погиб, но и внуку его, и сына подверг опасности своего, и внука. И внук потом дерзнул, когда вы будете читать дальше дома 26 главу, внук дерзнул принести сам жертвоприношение в храме. Он же где-то попробовал, не просто прошел, вот я сейчас принесу. Там приносили жертвы, там все сходило с рук, и он посягнул на святое. И когда первые священники, священники начали говорить, когда он покрасил проказы, но было поздно. Настолько набрал обороты, думал, что все сойдет, он много служит Богу, я все-таки посещаю храм Божий, служу Богу. Ну, папа там не от всего сердца, ну, ладно, ну, дедушка там, а мне, потомственный царь, который слушал, но если не от всего сердца, Бог доказал. Мне на этой неделе два человека задали вопрос за двоих братьев. Один моложе меня, за которого спросили, а второй старше. Скажите, пожалуйста, они являются членами церкви? Больно мне, я сказал правду. Начало было хорошее, начинали хорошо, конец плачевный. Почему? Где-то дали мизинец, не отменили где-то высоты, и прошло время с возрастом, грех твой найдет тебя. Дел угодное, доколе наставлял священник. Пока слушал Слово Божие, пока читал, внимал и исполнял Слово Божие, было благословение. Те, кто были сегодня утром, вы слышали замечательное слово, братья говорили. узкий врата и широкий. К нам как-то в церковь пришла одна женщина, она посещает другое место и приходит не так часто, но на праздниках бывает. Говорит, мне все нравится, но у вас мне тут немножко тесновато. Вот тесновато у вас. Широкий путь не подходит, широкие врата. узкий, для меня тесновато. Но середины, что нету, сказал Христос. Середина – это место, где дьявол ловит себе жертвы. И хорошо, когда мы слушаем истину об Иисусе Христе. Об Иисусе Христе. И насколько для нас это важно, чтобы мы помнили, что то, что мы сеем, обязательно взойдет. История, которая записывает Слово Божие, не просто так, это урок для меня. Один из моих странвейцов подошел, папа, расскажите внукам о нашем родстве, что вы знаете за дедушку, за прадедушку. По линии отца я знаю только за дедушку. А потом немножко узнал за прадедушку. В 1937 году во время Сталина, когда верующих преследовали, дедушку арестовали, дали 10 лет. Он в апреле в 1941 году умер недалеко от тюрьмы в Улан-Удэ. А прадедушка в Демпрометровской области исчез бесследно, не знаю, где его дели, куда спрятали. А в этом году по линии мамы я узнал, где мой прадедушка. Слышал? И одна взрослая, которая живая, говорит, прадедушка похоронен в вашем районе. И говорит, могила, я помню, это была зима. Его похоронен, говорит, недалеко, на краю от дороги. Мы с женой ходили. Она говорит, там была табличка с нержавеющей стали, написано имя, фамилия, год рождения. Мы пошли, нету, есть старые памятники, а этой надписи с нержавеющей стали нету. Почему? Вандализм. Мужчины ходят, срывают и на стакан спиртного меняют любую железяку. Все сняли. Я не знаю, где. Но что она сказала? Говорит, твой прадедушка, вернее, ты проповедуешь так, ты похож на своего прадедушку. Это приятно слышать. Братья, сестры, отцы, матери, добра наставники, какие мы следы свои оставим в сердцах детей. И когда мы читаем Слово Божие, как оно направляет нас на Божий путь? Ходи путями добрыми, держись стезей праведников. И заканчивая хочу прочитать из Нового Завета прекрасное свидетельство апостола Павла пишет своему служителю Тимофею. Второе послание Тимофея, первая глава с третьего стиха. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что не пристану воспоминанию тебя в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя воспоминанию о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, лыде, и матери твоей, евнике. Уверен, что она и в тебе. Наш пример будет больше иметь влияние, чем все наши увещания. И он пишет сотруднику, вспоминает и маму, и бабушку. За правобушку ничего не говорится. Но этих двоих было достаточно. Нелицемерная вера. служил Господу, но нет полного сердца. И в те дни, когда он прибегал к Богу, Бог помогал. Закончил один плачевно, царь, и второй плачевно, и дедушка тоже. Друзья мои, братья и сестры, будем служить Господу. Вот сердце сердце нелицемерно, ожидая его прошествия. А он скоро придет и возьмет тех, которые служат ему от полного сердца и ожидает его. Аминь. Помолимся. Субтитры Продолжение следует...